которая 86 килограммов зафиксировала в рывке в своей второй попытке первая попытка на 86 была неудачная зоя смит последний раз выступала в лондоне где заняла 12 место 90 килограммов тогда в рывке и покорились 121 в толчке ей 19 лет молодая перспективная и ну наверное будет хорошо прибавлять надежда чибисова из украины второй подход 84 прошу прощения 87 килограммов 84 она уже взяла и сейчас идет на 87 нет уходит штанга за голову надежда чибисова бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров правда выступала в более тяжелой весовой категории до 63 килограммов ну а сейчас сбросила вес согнала лишние килограммы и выступает в категории до 58 килограммов кстати на этом чемпионате европы в каждый практически в каждой весовой категории мы наблюдаем такую картину как атлеты которые раньше выступали в более тяжелых весах сейчас перешли на категорию ниже ну у некоторых это все сопровождается хорошие скажем так хорошими местами так в самой легкой весовой категории как раз таки атлет перешел из более тяжелый и выиграл иванна лоховска из польши 91 килограмм берет ну а начальная заявка елена шадриной 92 килограмма для первого подхода самая большая начальная заявка из всех участниц помимо елены шадриной кто еще сегодня является претендентом на медали конечно в первую очередь это 18-летняя елена тома из румынии которая на чемпионате мира была четвертой за как раз таки елены шадриной которая была второй на чемпионате европы в прошлом году и которая имеет ну такие неплохие результаты ее лучший рывок 95 толчок 118 ну а на ваших экранах мария лубина спортсменка из санкт-петербурга выступает параллельно за москву 91 килограмм ох как тяжело ну даже не то что тяжело как раз таки сам подъем мол был очень легким но вот проблема с фиксацией у марии лубиной возникли 91 килограмма ну что ж неплохо мария лубина на недавнем кубке россии была второй показала там в рывке 95 килограммов в толчке 116 ну я думаю здесь сказывается волнение не так много международных стартов у этой девушки выступала на на чемпионате европы среди юниора в 2013 году где в общем-то победила ну а ну а кстати на кубке россии недавно таки проходящим проходившим выиграла елена шадрина которую скоро увидим она показала очень хороший результат сто один килограмм в рывке 121 в толчке и в общем-то из-за этого она и поехала на чемпионат европы ларидана елена тома из румынии 90 килограммов она уже зафиксировала и сейчас на штанге 90 они прошу прощения 90 килограммов да это первый подход ларидан елены тома на показали зои смит третья попытка 90 килограммов на штанге ну что ж такой приличный вес который равен ее личному рекорду правда уже два года не выступала ну что ж неплохо неплохо за смит справилась пока в рывке она выходит на первое место рекорды мира в этой весовой категории такие сто одиннадцать килограммов в рывке показала китаянка чен сто сорок один в толчке киу хонг также китаянка и сумма двести пятьдесят один опять-таки спортсменка из китая но мы видим сегодня уровень так значительно пониже европейский рекорд в рывке принадлежит нашей светланы царукаева и 108 килограммов в толчке 135 анастасия новикова из белоруссии но ни царукаева ни новикова на этих соревнованиях не выступают я думаю конечно таких результатов под рекорды да мы сегодня не увидим и она лоховска тем временем 91 килограмм мимо еще одна попытка остается и он а а а и 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 второй подход 91 килограмм первая попытка видели мы была достаточно легкая но при этом по помосту немножко марию так повозила но сумела справиться и сейчас 91 килограмм мария лубина одна из самых легких участниц сегодня весит 56 килограммов 660 граммов ну что ж знаете мне кажется немножко перестраховалась мария потому что в прошлом подходе ну слишком она вложилась так что санга просто полетела высоко вверх пришлось его ловить но сейчас чуть-чуть вот где-то где-то чуть зажата и тяжело ну что ж еще одна попытка остается мария лубиной чтобы исправиться я думаю главный тренер нашей команды александр видов найдет нужные слова и она лоховска тоже вес 91 но для нее так же как и для марии лубиной какой-то такой неприятный вес ну что ж она первой будет пытаться исправиться ну ивана лоховской получилось получилось взять 91 и ждем мария лубина на чемпионате европы среди юниоров в 2013 году в рывке показала 89 килограммов толчке 109 но сейчас мы видим 91 килограмм и конечно здесь волнение побольше будет потому что и соперницы посильнее ну что ж поболее молодец 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 зафиксировала ну в этот раз все было сделано на отлично и есть 91 килограмм пока мария лубина на первом месте в рывке елена шадрина на ваших экранах и 92 килограмм ее заявка для первого подхода ну как и планировала изначально так и выходит держать молодец справилась елена шадрина с весом 92 килограмма на чемпионате мира в прошлом году 93 я в рывке она показала в толчке 122 сумма 215 и именно эта сумма принесла ей бронзовую медаль елена шадрина начала заниматься тяжелоатлетикой достаточно поздно в 19 лет до этого в секцию пришла в 13 лет и попала на такой вид спорта который похож чем-то с тяжелоатлетикой но похож скорее тем что там тоже люди работают со штангой этот вид спорта пауэрлифтинг и елена шадрина была чемпионкой мира по пауэрлифтингу после этого в 19 лет тренер павел григорьев позвал ее заниматься тяжелой атлетикой именно олимпийским видом спорта было непросто но сейчас видимо елена шадрина борется за самые высокие места а у нас ларидана елена тома из румынии 93 килограмма и она сейчас на килограмм обходит елену шадрину отодвигает ее на вторую строчку но у ларидан елена тома это уже вторая попытка еще одна в запасе нику влад главный тренер сборной румынии внимательно следит на своей подопечной так таблица промежуточная марию лубину мы можем уже поздравить с бронзовой медали у чемпионата европы я думаю неплохо для дебюта ну что ж еще осталось побороться за медали в толчке будет вообще прекрасно но у елены шадрины две попытки сейчас мы дождемся заявки участница сколько они определят как на какой вес идти ну а дальше дальше на четвертом месте она лоховская 91 килограмм и зои смит 90 тоже имеет шансы на медали плотные результаты и даже наверное ирина мячук из белоруссии которая показала 88 тоже сохраняет шансы елена шадрина так вот очень быстро выбежала на помост даже я не успел заметить и 95 килограммов ну что ж неплохой результат уже лучше чем на чемпионате мира да ну елена шадрина показывает такой неплохой рост да еще одна попытка в запасе у елена шадрина хорошие именно силовые данные после пауэрлифтинга здесь скорее проблемы может быть техника гибкость которая требуется в тяжелой атлетике координация скорость да ну тяжелоатлетика такой вид спорта который развивает много физических качеств вот практически все наверное кроме выносливости присутствует и скорость быстрота нужна и точность подъема координация и конечно же сила ну и характер тоже проявлять приходится практически в каждой попытке ларидана елена тома третий подход 96 лучи успеха обходит елену шадрину да ну что ж неожиданно ларидана елена тома хотя как неожиданно 95 на чемпионате мира ей покорялись и покорялись сейчас на один килограмм улучшает свое достижение 18-летняя спортсменка самая молодая в этом потоке в этой вот весовой категории да но уже показывает очень очень взрослые результаты ответ елены шадриной на килограмм больше нужно идти да именно это елена шадрина и делает 97 штанге и в случае успеха она обойдет спортсменку из румынии держать 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 ну очень легко хорошо готова елена шадрина да ну видно что если бы не борьба с ларидана елены тома то подняла бы и побольше наверное в хорошей форме ну не может не радовать елена шадрина осталось так ну да золото и бронза у россии осталось дождаться второго упражнения и уже там мы увидим борьбу за медали в сумме я надеюсь елена шадрина останется на этой же верхней строчке на которой она расположилась сейчас ну и конечно марии лубиной нужно попробовать побороться за серебро почему нет ну и если даже будет бронзовая медаль тоже будет совсем неплохо ну что ж друзья возвращаемся на тяжелую атлетику где мы будем наблюдать за соревнованиями женщин весовой категории до 58 килограммов чемпионат европы город тель-авив израиль и мария лубина сто десять килограммов первый выход на помост в толчке во втором движении пока мария лубина на третьей строчке по итогам рывка ну что ж в рывке первый подход был очень волнительный тяжелый держать есть есть 110 начала положено но тяжеловато встала мария лубина со штангой но с груди правда все получилось хорошо сумма 201 килограмм да интересно будет посмотреть что что будет дальше марии лубиной потому что ее результат на чемпионате европы среди юниоров в прошлом году в толчке равен 109 килограмм то есть сейчас она уже килограмм больше подняла правда на кубке россии дома в родных стенах 116 ей покорялись да но теперь надо отдыхать и настраиваться на следующие попытки ларидана елена тома спортсменка которая по итогам рывка на второй строчке расположилась в одном килограмме она от победительницы в первом движении шарин шадрина елены начинает начинает со 111 килограммов толчки на чемпионате мира прошлом году 118 и покорились ну что ж очень так уверенно справляется ларидана елена тома она еще на чемпионате мира показал что очень четко и такой вот техникой обладает никаких лишних движений минимум движений по помосту посмотрим как у нее получится в этот раз ну если на чемпионате мира она была такой молодой спортсменкой которую еще никто не видел никогда то сейчас уже она в рамке одного из лидеров на медали приехала ну как в общем-то и елена шадрина которая явный фаворит сегодня и она сейчас как раз таки выходит на помост вес на штанге 112 правильное решение на килограмм больше чем у ларидана елены тома и держать держать есть фиксирует елена шадрина 112 килограммов и так выдыхает а пока она на первом месте в сумме я думаю это попытка еще чем была важна она создавала отрыв сумме двух упражнений все получилось поэтому отрыв потихонечку потихонечку растет и он на лохов ска 112 килограмма в случае успеха на третью строчку в сумме она переместиться ну и в толчке на второе место но еще ничего не ясно еще остается попытки у зоя смит которая нас даже не начинала в рывке она была пятой есть попытки у марии лубиной и конечно же елена шадрина и ларидана елена тома из румынии тоже выйдут на помост ну что ж фиксирует ивана лоховская 112 первом подходе у ивана лоховская лучший результат показанным на международных соревнованиях 115 в толчке на чемпионате мира сейчас 112 практически предел итальянская спортсменка в рывке мы и не видели дженнифер ломбардо десятое место по итогам первого движения рывка и сейчас 102 и 107 есть в активе идет 112 в случае успеха она сразу же войдет в тройку видели мы что спортсмены из италии хорошо готовы в самой легкой категории уже есть у итальянцев золото и серебро у мужчин в легком весе то есть итальянцы нашли какую-то методику ох как тяжело встает и фиксирует вот эта неожиданность дженнифер ломбардо ей 22 года и смотрю ее последние результаты она на каждых соревнованиях прибавляет и прибавляет по одному по два килограмма допустим на последнем чемпионате италии она подняла 81 килограмм в рывке и 111 в толчке ну и сейчас спустя месяц прибавила еще по одному килограмму и в рывке и в толчке ну что ж поздравляем дженнифер ломбардо с личными рекордами и сейчас мы посмотрим на надежду чибисова 112 килограммов спортсменка из украины в рывке было лишь седьмое в толчке 104 и 107 успешные и теперь 112 килограммов очень тяжело вставала и вот видим мы передавила артерию но все нормально со спортсменкой нашла в себе силы чтобы самостоятельно покинуть помост надежда чибисова пожалуй только только аплодисментов она заслуживает видно было что этот вес для нее конечно сегодня слишком большой ну и вообще это большой вес она его никогда не поднимала на соревнованиях а мария лубина 113 килограммов в случае успеха наберет сумму 204 и выйдет на третью строчку ну и на конечно конечно на промежуточное первое место в толчке ну что ж не попала в темп ну что был сразу 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 подниматься но вот она там в нижней точке засиделась и все сил уже нет а с учетом того что и прошлом подходе тяжеловато 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 и удалось именно вставание со штангой да не получилось так так мария лубина пока на четвертом месте на 1 елена шадрина в сумме 209 ларидана елена там а еще я думаю борьбу мы увидим и он аллахов ска на третьем месте дженнифер ломбарда на пятом надежда чибисова они уже все закончили ирина мечук и еще не уходила зоя смит удивительно спортсменка из великобритании которая в рывке была пятой с результатом 90 килограммов давайте посмотрим какой лучший результат да зоя смит в лондоне 121 килограмм показала в толчке то есть значит вполне готова она найти веса ну вот и она 114 наши тренеры решили дать марии лубиной отдохнуть заявили 115 а зоя смит вот она на ваших экранах первая попытка в толчке 114 килограммов в случае успеха она на третью строчку поднимется не без труда но справляется зоя смит с весом 114 сумма 204 обходит иону лоховска из польши обходит марию лубину да ну марии нужно будет поднимать так 91 да на один килограмм больше чем зоя смит потому что в рывке лубина мария на килограмм ее опережала нет ну немножко непонятно мне тактика по которой идет мария лубина там за что она борется ну ладно дождемся дождемся ее заявки и уже окончательно увидим ларидана елена тама 115 берет и обходит обходит елену шадрину 211 сумма у елены шадрина 209 елене нужно идти на вес 115 килограммов повторять повторять за ларидана еленой тома да что в общем то она и делает надо брать надо брать этот вес елена ты можешь для тебя это небольшой небольшой вес на чемпионате мира 122 тебе покорялись давай держать 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 есть ну что ж не очень тяжело 115 килограммов елена шадрина берет и тем самым выходит на первое место и в толчке и в сумме двух упражнений и теперь нужно ждать сколько будет заявлять ларидана елена тома и идти на этот же вес на этот же вес то есть конечно елена шадрина сейчас находится более благоприятных условиях если ларидана елена тома заявит 116 килограммов шадрина и нужно просто повторять этот вес если 120 ну что ж надо посмотреть справится ли румынка с таким весом и идти тоже на него ну все в руках у елены шадриной и главного тренера александра видова на локте чуть согнулись и затем опять выпрямляет причем даже неоднократно вынуждена будет еще раз выходить на помост ну а у нас мария лубина в случае успеха сумму 206 килограммов наберет и выйдет на третье место по сумме ну и в толчке тоже она выйдет на первую строчку потому что она самая легкая из участниц которые выступают сегодня ну да такая же ошибка не получилось у марии лубин и выступления хотя начало было очень очень даже хорошее и она на шестой строчке остается у четырех спортсменок остались попытки Львовский и 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 Иван Аллаховска выходит на помост, чтобы в этот раз уже без ошибок поднять 115 килограммов и выйти на третье место. Пока на третьей строчке неожиданно Зоя Смит один подход в толчке, она использовала и сразу закрепилась на третьем месте. Вот так вот неожиданно. Можно выбить, Тарас? Очень тяжело встает. Ай-яй-яй, то же самое. Смотрите-ка, уже практически все было сделано, но начала собирать ноги, опять сыграли локти. Ну и она уже не стала упираться, бросила. Ой, как обидно Иван Аллаховской, медаль просто ускользнула от нее в последний момент. А Зоя Смит можно поздравить с бронзой в сумме двух упражнений. Еще есть у нее попытки. И я думаю, она попробует кого-нибудь из наших девчонок подвинуть. Сколько она пойдет? Она проигрывала Елене Шадриной 7 килограммов. Ну, это надо много толкать. За 120, вряд ли Зоя Смит пойдет на этот вес. Ну, а она может пойти, допустим, на 116 и попробовать взять медаль в толчке. Это было бы, наверное, ну, наверное, было бы это самое правильное решение. Но она почему-то идет 118. То есть этот вес, он ничего не решает. 121 она, конечно, поднимала. И видим мы, что ничего похожего нет. Знаете, вот странное решение. Непонятно почему 118 килограммов. Она уже третья. Первое, второе место шансов нет. Надо дойти значительно больше. В толчке всего лишь 114. То есть это у нас какой-то третий результат. Иди 116 килограммов и выходи на первую строчку. С третьей позиции сразу на первую. Но почему-то решила 118 пойти. Да, ну вот я думаю, вот эта спортсменка, это итог как раз-таки проведения Олимпийских игр в Лондоне. Не припомню я за последние, наверное, 20 лет, чтобы в Великобритании были атлеты какого-нибудь более-менее серьезного уровня, которые бы хотя бы на Европе попадали в призы. Ну, готовили, видимо, команду к Олимпийским играм, в том числе и тяжелоатлетов. И видим мы Зоя Смит. Ну что ж, в этот раз получилось взять штангу на грудь, но подъем от груди неудачен. И в итоге 204 килограмма, третье место в сумме двух упражнений. И в толчке тоже третья строчка. Очень жалко, что Мария Лубина не смогла поднять ни 113, ни 115. Потому что в случае успеха она бы, конечно, обходила Зоя Смит. Сразу же сообщение, не знаю кому, родственникам, родителям, друзьям. Я стала третьей на чемпионате Европы. Ну а теперь выходят люди, которые разыграют золото. Ларидан и Елена Тома. Ну что ж, 119 килограммов пошла. В случае успеха 215 сумма первое место. Ну а Елена Шадрина будет ждать. И если сейчас Ларидан и Елена Тома не справятся, то мы можем уже поздравить Елену с золотой медалью. Ну, еще раз повторю, спортсменка, которая сейчас выходит на помост, молодая и очень амбициозная. Ух, повело. Тоже передавило артерию, штанга. В результате кружится голова, и некоторые спортсмены даже теряют сознание. Не получилось в этот раз у Ларидана и Елена Тома поднять 118, хотя на чемпионате мира покорялся этот вес. И мы можем уже поздравить Елену Шадрину с победой. Солтан Османович Каракотов появился в зале человек, который, можно сказать, создал женскую тяжелую атлетику в России, который долгие годы работал главным тренером. Ну что ж, я думаю, результат этой работы мы до сих пор видим. Елена Шадрина берет штангу на грудь. Нет, не получилось. Ну что ж, я думаю, не было должной мотивации у Елены Шадриной, хотя, конечно, нужно было поднимать. Она первая в толчке, она первая в сумме. Поздравляем женщин с первой золотой медалью. И Елену Шадрину с титулом чемпионок Европы. Это у нее первый титул. Молодец, молодец, Елена. Ну, поздравим мы Лубину Марио с бронзовой медалью в рывке. Итоговая таблица на ваших экранах. 212 суммы Елены Шадриной. Лоридана Томма на второй строчке. Всего лишь один килограмм проигрывает. Зоя Смит на третий. Ну что ж, друзья, интересная борьба. На этом мы с вами прощаемся. С вами был комментатор Алексей Безбородов. До новых встреч. Могучий титан Атлант из Гречки.